Привет, друзья! С ранних лет эта актриса видела себя в ослепительно белой балетной пачке и обязательно в Лебедином озере. Она мечтала о восхищенных глазах публики, которая будет восторгаться ее порханием по сцене. Однако судьба распорядилась иначе, и мир получил в ее лице знаменитую актрису Наталью Аринбасарову. Она стала единственной советской актрисой, которая получила Золотой кубок Вольпе на фестивале в Венеции. Ее снимали Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Эльдор Уразбаев. Актриса находится в почтенном возрасте, но продолжает выходить на съемочную площадку к великой радости поклонников ее творчества. Мировая слава и признательность зрителей пришла к актрисе Наталье Аринбасаровой вместе с выходом на экраны картины «Первый учитель», которая была ее дебютной работой в кинематографе. Родилась Наталья Аринбасарова 24 сентября 1946 года в Москве. Отца будущей актрисы звали Утевли Аринбасаров, он родился в Казахстане, но приехал на учебу в Московскую военную академию. Мама Мария Жуковская была полячкой по национальности, ее родственники оставили свою родную Польшу в Первую мировую войну и домой больше не вернулись. Кроме Наташи в семье подрастали еще трое сыновей и одна дочка. Аринбасарова всегда считала Москву своей родиной и когда спустя 10 лет после ее рождения семья уехала в Казахстан, то тосковала по-настоящему. Семья поселилась в столице республики, в городе Алма-Ата, и там девочка продолжила обучение в школе и кроме этого стала заниматься в хореографической школе. Балетом она заболела еще в детстве, после того, как однажды увидела картину «Лебединое озеро». Девочка начала заниматься акробатикой и местом проведения уроков стал полигон воинской части, где служил отец. Наталья была очень талантлива, ее гибкость поражала даже самых искушенных преподавателей. Поэтому через год она снова оказалась в Москве, куда ее и других талантливых учеников отправили для поступления в хореографическое училище при Большом театре. Наташа поняла, что ей невероятно повезло, ведь их буквально сразу начали задействовать в представлениях. Им повезло танцевать рядом с Галиной Улановой, Ольгой Лепешинской и будущей звездой Майей Плесецкой. Несмотря на то, что Наталья Аринбасарова родилась после войны в Москве, ее детство и юность прошли в Средней Азии. Туда отправили служить ее отца, кадрового офицера. О своем балетном прошлом Наталья всегда вспоминает с нежностью. Иногда, когда выпадает возможность, я иду в Большой театр и словно попадаю в детство. Балет – это сказка, это праздник, и я счастлива, что была у меня в жизни такая школа. Ведь очень важно в 9 лет рано утром вставать к станку и под классическую музыку делать упражнения изо дня в день. Потом ты идешь и смотришь балет. Ты растешь среди прекрасной музыки и танца. Тебя приучают мыслить образами. Это великая школа, где, кроме всего прочего, тебя научили трудиться, не жалеть себя. Когда ты падаешь, валишься с ног, а тебе говорят – вставай, и вновь и вновь продолжаешь делать упражнения. И это умение через «не могу», через «не хочу» в жизни помогает всегда. Однажды Наталья записала в своем дневнике, что в 24 года она обязана блистать на сцене Большого театра, и все это время она работала как проклятая у станка, чтобы добиться своей цели. Но у судьбы на юную балерину были свои планы. В 18 лет у нее внезапно диагностировали порог сердца. Это выяснилось в больнице, куда она легла на плановую операцию вырезать гланды. Арина Басарова упросила врачей не рассказывать об этом ее педагогам, чтобы ее не отчислили, но вскоре поняла сама, что не справляется. Начала задыхаться на изнурительных репетициях. Из училища пришлось уйти. Растерянность, ощущение потерянности и пустоты, потеря большой цели – в таких растрепанных чувствах пребывала 18-летняя Наташа тогда. Балет был всей ее жизнью. А что делать теперь, когда не нужно вставать в 6 утра и бежать к станку? Как жить без этой любимой каторги? Именно в этот момент ей предложили роль в новом фильме Кончаловского «Первый учитель». Причем на съемочную площадку Наташа попала случайно, изначально главную роль предложили другой балерине. Но Кончаловский не записал фамилию казахской балерины и на «Мосфильм», на пробы вызвали Арина Басарову. Выглядела девушка нелепо, однако, когда сняла огромное драповое пальто, Кончаловский не смог удержаться от улыбки, миниатюрная танцовщица в дешевом платьице показалась ему ангелом. На роль ее утвердили сразу, а вот в процессе съемок постоянно возникали сложности. Худая балерина мерзла в Киргизии, спорила с режиссером, как правильно играть ту или иную сцену. Плюс, его все время раздражало, что девочка-сирота выглядит слишком толстой на экране. В одном из эпизодов Арина Басарова и вовсе должна была сниматься обнаженной. Девушка сразу сказала твердое «нет», восточная девушка не могла себе позволить появиться на советском экране голой. Тогда вместо нее пригласили дублершу, но зрители не знали о том, что в кадре ее заменяет статист. И после выхода фильма на Арина Басарову посыпались сотни гневных писем со всей Средней Азии. Роль сироты Алтынай принесла Наталье золотой кубок Вольпе Венецианского фестиваля, она обошла в соперничестве за него даже саму Джейн Фонду. Но если взглянуть масштабнее, главный приз был другой, именно на съемках картины в Азии молодая актриса влюбилась в молодого режиссера. Он тоже пылал страстью, но из-за недоступности Арина Басаровой не придумал ничего лучше, как предложить ей выйти за него замуж. Чтобы расписаться с Кончаловским, молоденькой актрисе пришлось сбежать из дома. Это очень сильно ранило ее родителей, они не разговаривали с Наташей год. Их сердце смягчило только появление внука, который был очень похож на их дочь. Да и тот факт, что при родах у актрисы началось заражение крови, и врачи совершили чудо, чтобы спасти ее, свел на нет все разногласия в семье Арина Басаровых. Первое время Кончаловский был идеальным мужем, заботился о больной супруге, привозил дефицитные фрукты и икру, заграничные платья и обувь, носил на руках и обожал, обожал, обожал. Но вскоре семейная жизнь стала тяготить Андрона. Он в самом расцвете своей карьеры, его ждут рестораны и иностранные друзья, его расположение ищут молодые актрисы, им интересуется Запад, после этого неохотно возвращался домой. Плачущий сын и уставший от утомления и полуночных кормлений жена. В этот же период Андрей Сергеевич заговорил об эмиграции, считая, что в другой стране сможет работать эффективнее, там же свобода. Спустя год после «Женитьбы» у режиссера начинается роман с эмигрировавшей во Францию русской дворянкой Машей Мериль. Будучи жителями разных стран, они встречались в Праге. Роман закончился, когда режиссер вынудил Мериль, она сделала аборт. Она тут же приняла предложение руки и сердца от другого мужчины. Но это не вернуло Кончаловского в семью. Спустя несколько месяцев он закрутил роман с Ириной Купченко. По слухам, именно эта короткая интрижка стала последней каплей, переполнившей чашу терпения Оренбасаровой. «В какой-то момент я почувствовала, что мы с сыном Егором являемся для него препятствиями. Помню, как я закрыла Андрона в комнате и сказала, что не выпущу, пока он не подпишет согласие на развод. Он мне там что-то черкнул и счастливый убежал из дома», — рассказывала артистка в программе «Судьба человека». Кончаловский женился на переводчице Вивиан Гаде и эмигрировал во Францию. Наталья Утевлевна задумалась о возобновлении карьеры, нужно было срочно кормить сына. Алименты в 150 рублей, которые обещал бывший муж, он все время задерживал. Через какое-то время после расставания с Кончаловским, она стала гражданской женой художника-постановщика Николая Двигубского, кстати, ближайшего друга бывшего мужа. В этом браке у нее родилась дочь Екатерина, которая впоследствии, как и ее старший брат Егор, тоже стала режиссером. Оренбасарова прожила с мужем 10 лет, но в 1980 году он тоже эмигрировал за рубеж. И вот же совпадение, тоже женился на француженке. С новой супругой постановщик прожил три десятилетия, но судьба его закончилась печально, в 2008 он покончил с собой. Спустя два года актриса вышла замуж за режиссера фильмов «Транссибирский экспресс» и визит к Минотавру Эльдора Уразбаева. В 1990-х годах из-за кризиса в кинематографе, и безденежие их брак дал трещину, они расстались. Но каким бы ни было расставание, Оренбасарова старалась сохранить отличные отношения со всеми своими мужьями. Случалось, что потом они помогали и с сыном, и развитием его карьеры. Сегодня Наталья Оренбасарова живет на даче, воспитывает маленького внука от последнего брака Егора Кончаловского с Марией Леоновой, ухаживает за цветами, смотрит по вечерам итальянскую классику и считает, что все в ее жизни сложилось наилучшим образом. Зачем гневить Бога? Она прожила прекрасную, длинную жизнь, в которой были и победы, и поражения. Триумф на кинофестивале в Венеции, обласканность в профессии, хороший, заботливый сын. Она все успела. И даже три брака, которые закончились крахом, добавили душе мудрости, и после того, как схлынула пена гнева и страстей, оставили лишь светлые воспоминания. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.